Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Игорь Князев, и мы с вами начинаем обзирать и обастривать политические новости прошедшей недели. Началась она под флером событий в Соединенных Штатах. В понедельник-вторник прошли в жарком обсуждении состоявшегося выходные запуска космического корабля SpaceX Dragon. Сталкивались в дискуссиях люди самых разных политических убеждений, но общий итог дискуссии заключался в том, что это все-таки новое слово в науке и технике. Это признали и те, и другие. Но, конечно, главным событием стали протесты, перешедшие в погромы, которые начались с убийства чернокожего гражданина в городе Миннесота. Та картина, которую мы наблюдаем, по сути дела, это как ни странно может показаться на первый взгляд. Но это как раз российские деды воевали только наоборот. Точно так же, как в России взрослые, казалось бы, люди наряжаются в форму Великой Отечественной войны и требуют, чтобы весь мир восхищался ими и их победой в войне. Победой в войне, которой ныне живущее поколение не имеет абсолютно никакого отношения. Тем не менее, требование уважать свой героизм и свою победу постоянно звучит со всех каналов. Вот такие деды воевали происходят сейчас и в Соединенных Штатах, когда ныне живущие люди, в основном родившиеся почти полтора ста лет спустя после отмены рабства, требуют, чтобы общество покаялось лично перед ними за угнетение и преследование рабов в США. Конечно, в рабстве нет ничего хорошего, и то, что такая страница истории существует в истории Соединенных Штатов, это повод задуматься еще и еще раз над историей и отношениями людей друг к другу. Но, тем не менее, выглядит как минимум натянутым требование общества, возмутившегося уважать именно свои страдания. Эти люди никогда не были на плантациях. Наоборот, государство всю жизнь заботилось о них, содержало и выплачивало очень хорошее пособие. Для нас же приятным наблюдением является то, что советская пропаганда не умерла. Словно старый боевой конь, находящийся на почетном отдыхе в конюшне, услышав хорошо знакомый звук боевой трубы, наша пропаганда радостно заржала и забила копытом. Но как же? Она услышала, да более знакомая ей, а в Америке негров линчуют. Выпистыванная этой же советской пропагандой новая российская патриотическая пропаганда подхватила этот посыл и вновь уже со всех телеэкранов и радиоточек несется призыв бороться за Анжелу Дэвис и бороться за права темнокожего населения в США. Это вновь объявлено самой главной проблемой России. Вот, товарищ Кац, это яркий пример дружбы между народов. Предлагаю отдать с товарищем негром всесоюзную здравницу Крым. Очень важным для нас являются эти события. Посудите сами, очень часто нам приходится отвечать на вопрос, а как возможно пришествие Антихриста? Неужели вот в этой книжке «Апокалипсис» все правда, и мир Пав поклонится весь мир какому-то одному персонажу, который вдруг придет с желанием воцариться и так далее? Происходящие события дают нам практически развернутый сценарий правительский того, как это будет происходить. Посудите сами. Школьница из Скандинавии, которая в своей жизни пока ничего не сделала, наверное, сделает она, дай бог, талантливая девочка, Но эта именно школьница была современными медиа вознесена на пьедестал властительницы дум буквально в считанные дни. Не успев еще переварить этого кумира, общество мгновенно создало себе нового. Новым кумиром общества стал темнокожий гражданин США, который был вором и бандитом, рецидивистом, девятикратно судимым и погиб при задержании полиции. Никто, конечно, не оправдывает полицейскую жестокость. И как раз Соединенные Штаты продемонстрировали очень быстрый и жесткий ответ на эти действия. Полицейский заключен под стражу, ему предстоит суд, сделаны самые серьезные выводы. Нет, речь не об этом. Речь о том, с какой скоростью творятся кумиры в современном обществе. Ну и теперь представьте, какие будут проблемы у Антихриста, чтобы быть признанным всеми. На его воцарение и преклонение перед ним уйдут в лучшем случае дни, а то и часы в современном информационном обществе сесть на трон очень легко. Что касается нас, ну что же, мы извлекем из этих событий, я надеюсь, вывод. А вывод он заключается в том, что современное общество очень сложно устроено. И в нем, и над этим нужно задуматься нашим политикам, в этом сложном современном обществе, может полыхнуть неизвестно где. Так неизвестно где, настолько неизвестно где, что даже трудно спрогнозировать, где полыхнет. И более того, полыхнуть может даже то, что в принципе-то и не горит. Ну и обратимся к кинематографу современному, который во многом стал институтом пророчества о грядущих событиях. И как в России, например, фильм «Левиафан» стал пророческим, также во многом пророческим стал фильм «Джокер», где события, происходящие сегодня, были очень точно предсказаны. Итак, от новостей американских к новостям европейским. На этой неделе Латвия закрыла вещание российских государственных каналов полностью, тем самым отсекла русскоязычных жителей Латвии от каналов российской пропаганды. Ну, для Латвии такое решение можно назвать только актом милосердия к тем людям, кто говорит на русском языке и проживает на ее территории. Очень жаль, что российское телевидение нельзя отключить на территории России. И наш слух продолжит терзать антитроица российской пропаганды – Киселев, Соловьев, Симоньян. Ну, и очень важно, как часто бывает в истории, когда маленькая страна, небольшая страна подает пример громадным империям и большим государствам о том, как нужно вести политику. И это решение мгновенно сделало Латвию страной очень большого международного масштаба. Маленькая Латвия превратилась в очень-очень серьезного противника. Но пожелаем ей успеха. Господи, благослови Латвию. Я вам покажу! Что вы нам покажете? Да он вам все покажет. Мы вам ничего не позволим показывать. Замолчите! Мы вам сами все покажем. Дальше к европейским новостям. Ключевым для европейского политического пространства стало выступление канцлера ФРГ Ангелы Меркель в фонде Конрада Аденауэра. Для меня это особенное место в Берлине. Мне повезло много раз бывать в фонде Конрада Аденауэра, участвовать в международных мероприятиях. Надеюсь оказаться там и в этом году. Спасибо моим друзьям. Даст Бог, коронавирус все-таки не продлится так долго, и мы сможем в конце года оказаться в гостеприимном Берлине и фонде Конрада Аденауэра поговорить о том, что происходит в мире. Германия все эти годы была особым партнером России. Отстаивая и поддерживая ее интересы, Германия последовательно лоббировала цели российской политики. А уж сколько для России сделал друг Герхард, так это и вовсе трудно перечислить. Но времена меняются, и Россия сейчас, судя по всему, лишается своего главного союзника и лоббиста в Европе. Терпение германских политиков переполнено, и лично госпожа Бундесканцлерин, симпатизирующая Россию, вынуждена идти на самые жесткие меры. Ну и, как мне кажется, на фото Бундесканцлер показывает не что иное, как размер негативного сигнала, который она посылает России. Боюсь, что преодолеть эти последствия в России будет довольно непросто. Ну и, к слову, замечу, что это политическое охлаждение и политический развод может оказать очень сильное влияние на религиозное пространство в России, в части, например, отношения к германской лютеранской церкви в России. Ну что ж, идем дальше от новостей европейских к новостям российским. Главным событием в России остается референдум, который назначен на 1 июля. По традиции, все дни в России, которые как-то связаны с чем-то просто, объявляются выходными. Выходным объявлен парад. Я думаю, до конца года у нас будет объявлено еще очень много выходных. Мы вообще, видимо, так наработались, что теперь можем долго отдыхать. Ну и поразительно, конечно, как роль российского избирателя, много лет стремившаяся к нулю, наконец-то преодолела эту нулевую отметку и ушла в область отрицательных значений. Если раньше избиратель на российских выборах, по сути, ничего не решал, то теперь он мешает на российском голосовании. Все те поправки, которые дают Владимиру Путину возможность править пожизненно, уже приняты региональными парламентами, они уже работают. На основании них принимаются законы и указы президента. И вот зачем-то вот это вот голосование с избирателями, которых всех надо привести на избирательные участки, зачем и для чего не понимает уже никто. А самое главное, весь этот привод и отвод избирателей создает огромную кучу проблем. Даже трудно себе представить, до каких отрицательных значений может добраться роль российского избирателя. Я напомню, что рекордсменом несвободного голосования является один из диктаторских режимов в Африке, где при зарегистрированных 15 тысячах официальных избирателей глава правящей партии на выборах получил 243 тысячи голосов. Дорогие друзья, если так пойдет дальше, я боюсь, мы этот режим можем и побить. Ну а сам режим голосования, который будет проходить с 1 июля в течение недели, ну просто какой-то сценарий апокалипсиса. Одноразовые костюмы, маски, ручки. При том, что сам режим избирателей для этого голосования упрощен настолько, что стал проще похода в магазин в условиях коронавируса. Как вы знаете, чтобы сходить в магазин, нужно получить пропуск, иметь паспорт, подтвердить подписку. А для голосования на референдуме ничего этого не требуется. Важно просто прийти в маске и, взяв ручку, поставить птичку. И даже паспорт не нужен, ничего не будут заполнять. В общем, любой человек в маске может проголосовать. Ситуация с этим референдумом такова, что против выступили даже, казалось бы, самые главные союзники партии власти. На этой неделе КПРФ, Коммунистическая партия Российской Федерации, выступила против принимаемых поправок. 192 депутата региональных и законодательных собраний, представляющих разные политические силы, приняли и подписали открытое обращение против принятия этих поправок. Удастся ли выступающим против как-то повлиять на ситуацию? Посмотрим. Во всяком случае, исполняя закон Российской Федерации, специально для Министерства юстиции, скажем, что мы в этом ролике не призываем голосовать за поправки. В этом ролике мы не призываем голосовать против поправок. И вообще в этом ролике мы не призываем голосовать. Итак, продолжим дальше. Чем важен для нас этот референдум в части стратегических выводов? А простым очень наблюдением, сравнивая ситуацию с остающейся хедлайнером новостей Америки, мы можем твердо сказать. Мир делает сейчас очень важный вывод. Звучит он так. Если в вашей стране одноразовый президент, то у нее будут многоразовые космические корабли. А если президент вашей страны многоразовый, то космические корабли у вас будут только одноразовые. И вообще лозунг «Одноразовый президент, многоразовые ракеты» мог бы стать лозунгом для объединенной российской оппозиции. Он бы включил в себя как многочисленные подробные и развернутые требования реформы политических институтов, так и большую программу экономического развития, сочетая в себе все то важное, что хочет услышать российский избиратель. «Одноразовый президент, многоразовые космические корабли». Ну и завершим мы наш выпуск обзором экономических новостей, беглым и поверхностным, поскольку цифр сейчас в экономической статистике выдается столько, что как-то их подробно рассматривать может только специалист очень-очень высокой квалификации. Прогнозы Минюста сильно разнятся с прогнозами разных аналитических центров. Прогнозы высшей школы экономики оспаривают с какими-то государственными органами, идет полемика. Чтобы не углубляться в эту всю очень сложную экономическую статистику, скажем только, что по прогнозу уровень реальных доходов может достигнуть 78,2% от уровня 2019 года. Это говорит о том, что реальные доходы населения рухнули на 21,8%. По итогам года мы ожидаем падения экономики на 8,2-12,1%, что вернет россиян к уровню 2008 года. Что очень важно, так это то, что падение экономического уровня развития, падение экономики российской, продолжается на протяжении уже ряда лет. И началось оно не в 2020 году и не из-за коронавируса. Началось оно, начиная с 2013 года и продолжается вот уже скоро как 7 лет. 7 лет экономика стагнирует, падает и уходит в минус. И за эти 7 лет мы не видим никаких адекватных действий по развитию этой экономики. Российская власть раз за разом плюет на самые очевидные вещи, необходимые для того, чтобы развивать бизнес и увеличивать налогооблагаемую базу. Очень хорошо эта ситуация была видна и в условиях кризиса. В отличие от национальных правительств европейских стран и тех же США, российское правительство по сути бросило малый и средний бизнес на произвол судьбы, не оказав ему никакой реальной и действенной помощи. И, естественно, те результаты отрицательной динамики роста, которые мы наблюдаем сейчас, являются в том числе и следствием отсутствия этой поддержки. Российская власть раз за разом запускает экономический бумеранг, который с неотвратимостью возвращается к ней же самой. Постоянно в двери наши стучат разные непрошенные гости. То экономические санкции, то мировой кризис, то падение цен на нефть. А наше правительство продолжает с настойчивостью, достойной лучшего применения, вновь и вновь бросать этот экономический бумеранг. Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами обозрели, обозрили и обазарили главные политические новости прошедшей недели. Надеюсь, что увидимся с вами вновь в субботу в 20 часов в новостном обзоре телеканала «Взгляд с небесный». Подписывайтесь все на телеканал «Взгляд с небесный», поддерживайте развитие канала. Это благое христианское дело. Храни вас Бог. Аминь. Продолжение следует...